Таня говорит, что было бы классно, если машинка была на аккумуляторах, а не на батарейках. Но такие, что заряжаются, это розетки. Ну, это и есть батарейки. Они одной формы. Это аккумуляторы, а батарейки, что не заряжаются. А вот это дурненько, это как с фасоли, ты думала. Покажись, покажись, какую-то футболочку нашла. Так, да, эту этикетку сниму. Сосфарк, 600 грамм, новенькая. Офигенно, забрали руки. С поваром. Шеф. Классно, вообще так легало там. Тоби, да? И новая за 65 грамм, супер вообще. В этом магазине было, и моим подписчикам довелось велик. И, короче, там были шузы, такие как у меня на Найке. Я дома покажу. И, короче, на 950 грамм стоило. И еще скидка вчера сказала, что это стало скидкой. 650 гривен, 300 гривен скидки, я взял себе, что за мною. Таня мне позичила. А Таня нашла футболку за 65 гривен, сосфарк, новую фиолетовую, которая ей подходит. Улюбленный колор, улюбленный мультик. И цена дешевая. Блин, иди. Один лякаю всех. Нет, это один, который держится, и все взлетают. Мы их взлетаем. Не лякаю, не требует лякаться. Нет, я еще не хочу. И на голову сюда. Я хочу снять, який на батоне стоїть. Двиголубь сам на батон встал. Дом в доме. В середине старый дом, зверху новый. Ух, все работает. Уже довольна, настроение поднялось. Короче, пиццерия, такая пристройка, заходишь там типа. Деревяне стульчики, ну такие обычные. Заведение, три стринки меню. Как пивнушка. Чувак один сидит, все пусть, пиво бухает. Типа, ну типа футбол дивится, ничего такого немає. Щоб могла тебе сказати, залишиться тут. Короче, хочешь сразу уйти. Реально таки, бичовня, але якби не Таня, я до сюда сразу ушел. А вона тут сказала, что вкусная пицца. Действительно, пицца обычная, але тут много сыра, больше, чем везде кидают. Да, нормальный насад. Дуже вкусный за то, что много сыра. Правда, в Лериве, конечно, вкуснейше, бо есть соус, тут соуса нема, нормального. Нема вершкового соуса, там, нема томатного. Але типа нормально, да, получается? Да, нормально. Я маю сейчас, я достану. Я погана. Короче, типа вкусно. Вкусно. Конечно, за 80 гривен, це типа не очень. Але зрівняно с Мацури, Тарангелой, це райська пицца тут. Дуже багато сыра, реально. Дуже багато сыра кидают. Да, и там, кроме того, что мало начинки, так, еще, якби там было мало начинки, было хорошее тесто, це пив беды. А так как там тесто, я не знаю, я ела, и мне який список, фу, я згаду, маю мурашки. Та фу, ну смотри, нет, пицца нет. А тут просто 5 пицц, реально 5 пицц. 4 из них с мясом, и одна, яка без мяса, не называется квадрофомаджи, а просто сырная. А там 4 сыра. Там столько котов сидит. Детская площадка между двумя дорогами, трасами. Все, все, все. Мы по этой дороге с Таней ходили, вона хотела за чоби, постійно, а я ходил в спортзале. Тоді у меня грижа была, я качаю спину. И Татя, Таню, поцелула первый раз, она не знала, как ее дороговать. Она знала, что с вами встречается, но я уже поцеловал, да? Ты мне ничего не нравишься. Она еще этого не знала, но я уже знал. Но перед этим ты меня взял на пункт, чтобы ты едешь в Киев, я уезжаю на 3 месяца уже. Напросился на то, чтобы я тебя деспозвала. Но перед этим, чтобы вы депутатировались, только 2 раз увидели. И ты меня взял на пункт, чтобы я уезжаю. Чтобы ты переживала, да? Я так маю. И ты уже разтерялась, пошла звонить до меня. Но я, чтобы тебя не обижать, сказала, давай застрянемся. А, чтобы не обижать, даже было, да? Но не по любови. Нет. А вот и... И потом мы увидели, что ты мне на ушко шепчешь. Да. И потом побывал, я взял поцелу. Ты вообще хотел с языком моим? Ну, не скажи это на видео. Ты хотел по-серьезному? Ну, я не знаю, потому что я вообще не знала. Перший поцелунок в житті, конечно. Это другий. А ну, признаваюсь, это другий был, да? Не первый. Ну, не так. Да, это другий. Кажи. Что? Правда, скажи. Ты же мне сказала. Декого поцелунок не тільки в 17 перший. Как ты сказала? Ты же нормально. В 17 декого не тільки поцелунок в перший. Давай, третя, спроба. Декого? Декого в 17 не тільки поцелунок в перший. Ну, да. Это декого в тебе ж. А у моей девушки не має быть перший в 17. Ну, у меня был первый, но не поцелунок. Но не поцелунок. Как вы думаете, народ, вот, это нормально, что в 17 лет Таня уже был поцелунок до меня. Но один тільки. Это нормально, или нет? Я думаю, что нет, я был бы. Это все появилось в того момента грязь, когда появился автовокзал и чайка. Тут раньше было хорошо. Это нормально. Это под моим домом. Грязький бусер. Тут раньше было так затишно, мы игрались всегда. Тут у нас в футбол играли, газон был нормальный, дерево зрубали, на яком была тарзанка. Сейчас грязно, грязно все будет. Дуже грязно. Привет, друзья. Я начинаю блог о жизни лучшего фрирайдера Украины. Стираем трусы, потому что стиральная машинка мне сломалась. Я на руках. Тереть мне больно, потому что у меня, как вам так сказать, язвы. Шучу. Там есть проблемы с кожей. Но нужно как-то жить. Мне казалось уютным дитинство, потому что я воспринимал вещи, как впервые. А на самом деле, фотка Рівного. Подивиться, фонтан працюет, все зелено. А сейчас везде тут смятя, все какие-то хмуры, люди. Реально чисто, так и было. Воно было. Насправдя так и было. Колись было зеленое, яскраве дитинство, и воно было. Не за то, что я был длинным, а за то, что воно на самом деле так и было. Так и, так серьезно, так и было. Ранее я выходил в дверь, и все, как братья, сестры, обнимаются, там все играют, весь дверь забитый детьми. Мороженое по 30 копеек, через дорогу молоко завод, все друг друга знают, а сейчас машины, сигналы, злые люди, весь якийсь мусор, вообще ну не то. Зменились. Планета. Я думаю, в других местах Европы есть еще такие куточки, уют, знаешь, казка. А нас-то воно все стало хмурным, набагато злежем, все очень изменилось. Мы ее побачили в кафешце полицейская академия 3. Урыв. Урыв из полицейской академии сейчас будем смотреть сейчас, точнее, потому что на украинской мове она васлежит, а сейчас будет кричать. Буба смит. Буба смит, лягай. Надо смотреть. Дэвид Граф. Майкл Винслоу. Что-таки экранчик маленький. Да? М-м-м. Вон. Просмотры на айфон, айпод, айпад и андроид, а на телевизор 42 дюйма дэп. Реально, что за бред? В той фильме давите на телефоны. Не, вон маленький экран, подрати. Маза, мол, я могу двести на таких. Ладон Barron. Ну, говери Jobs, я говорю вам по всем, когда я говорю... Субтитры делал DimaTorzok 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 Непорядочный сайт Добавил DimaTorzok 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 Двухцеркван Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok чао-то трейлер общий полицейская академия 3 попал штат больше не сможете вообще русский перевод не смешно будто смотришь не знаю какой попала фильм что попала тупо украинская мова решает правда качество не очень звук відстаём час шукал нас замкнули знайшов и звук стыдя придется шукать далее а блягать спать а лукраинский пирог переклад смешнишь не бейте все я тримаю моя машина гляньте таня справжний жулик она никогда в житті не репостила и не скидывала мои видео соби на стену тільки я зробил розигрыш фотоапарат и сразу скинула видео за час до начала тобто не раньше а именно в притик чтобы выиграть соби фотоапарат бачите как она жулик просто так она не хочет мои видео николай репостить и скидать себе на стену заради выгоды заради фотоапарат она замотила так вот я если честно я очень удивляюсь потому что конкурс у меня всего 1000 подписчиков и в новостях есть 1500 друзей я увидел только где-то 7 или 8 репостов но около 10 не больше моих видео то есть участвует реально с 1000 человек с 1500 друзей и с 1000 подписчиков на ютубе только 10 человек в 10 человек один получается шанс один к десяти выиграть фотоапарат то есть очень большой а когда у кого-то канала 100 тысяч или миллион подписчиков они разыгрывают каких-то там 50 айфонов и серии постят себя на стену хоть у них нет никаких шансов выиграть или какие-нибудь обеды суши все репостят а фотоапарат который можно взять так вот за штуку кривень продать за день пойти набухаться даже если он тебе не нужен никто не хочет репостить даже с мы среди моих друзей вот короче видос монтируем сейчас такой важный момент цветокоррекцию сделал работы над профайлом артема и вот нужно выбирать в каких местах оставить так песню сейчас спрячу чтобы вам не раскрывать карты было интересно потом смотреть звук уберу точнее 2 по все зависает крутится и крутится я хочу что это такое хочу просто звук убрать не могу короче не буду вам показывать как я это делаю некоторых кадрах нужно оставлять звук некоторых убирать там где звук трещотки так дальше криками и это нужно пересматривать и думать как бы его так расставить чтобы было все воспринималось и серьезно и красиво не мешало друг другу но короче тяжело я уже почти сделал и и вот моменты треска некоторые хочется некоторые кадры оставить она ну там камера трещит моменты треска не мешает или на gopro плохой микрофон и когда его громко хочешь сделать он крепит шипит в общем неприятно поэтому приходится убирать не все так как бы я хотел здесь укоротим коротить нужно укоротитель же профайл его смонтировал еще месяца два назад после этого еще переделал немного но окончательно месяц назад смонтировал артема профайлы вот раз в три дня я пересматриваю его и на свежую голову отвлекаясь от того что каждый день монтировал я смотрю на эту картину по-другому и уже начинаю кое-что менять где-то звуки добавляет наоборот убавлять и вот сейчас вижу что-то не попало под музыку тогда казалось что под музыку потому что голова была болела загруженно поэтому нужно когда монтируешь особенно какой-то серьезный фильм проект нужно отвлекаться делать перерывы в неделю и тогда ты приходишь смотришь на это по-другому переделываешься и намного круче под музыку что